привет простите сегодня у меня выходной по графику простите за рваную одежду значит сейчас я вышел корсар со вкусом сначала выпил кофе потом корсар подъезде со вкусом будешь не потом лучше соберите там листья еще буду лежать не потому что у меня все болит короче корсар со вкусом кофе но он не очень крепкий но все равно мне немножко чуть-чуть унесло так немножко то мама сказала иди потом мама сказала иди в истеричной манере как обычно я говорю тихо тихо спокойнее говори пожалуйста спокойнее спокойнее иди говорит листья посмотри там есть или нет для сада я короче вышел я сначала боялся подойти к этим двум там было два два человека которые собирали я не знал их я не понимал никаких таблеток с утра у меня закончились все транки прицепт врача ключ я вышел подошел к ним прямо сказал извините можно я соберу немного листья не разбросаю и они сказали такие добрые люди они сказали там мужчины пожилые мужчины за женщиной да ради бога конечно мы будем только рады и этот технический работник будет рад там ли кто ему сказал техник будет рад забирайте хоть все мешки все мешки все мешки с листьями там еще куча мешков и он набирает таким технологии ну ну русский человеком на выдумки хитер такую же он сделал так что можно одному собирать в мешок и он будет полностью раскрыт а когда я собирал то приходилось постоянно его раскрывать и это неудобно но я узнал опыт получил плюс 50 опыта как можно сделать одному чтобы в мешок был постоянно раскрыт на он паст просто может порваться но есть правильно сделать и не прорвется технологию такую сам 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 сделал конечно наполнили мешок мой затем приедет отец на газели я сказал и все соберем не говорят это ради бога собираете мы только рады но только спасибо скажем ну что это для сада типа полезно я с ними еще хотел просто находиться рядом мне просто приятно было с ними находиться с дворниками сейчас сейчас меня мама скажет пошли собираю мешки таскать хотя у меня все болит спина болит поясница болит ну ладно но мы всем мешки соберем наверно газель влезут короче все так хорошо мама похвалила меня сказал молодец а до этого истерично так кричала истерично и рет разговаривая со своей мамой давайте покажу примерно как это выглядит ну так это не же самый жесткий воскресенье сейчас она с отцом разговаривает по ходу поводу мешков она бабушка с бабушкой что-то она там закричала что они не могут вообще вот с бабушкой нормально без крика всегда была у меня это тренировало что с меня взять у меня с детства бабушка все время говорила что я в тюрьму попаду что я непутевый что я с людьми не смогу жить что я она постоянно рассказывала что хочет того того по решить того того по решить то есть при ребенке всегда до сих пор говорит и всегда говорил монологом все равно и я желаю здоровья на хорошие просто травм я вырос немного травмированным за этого ну ладно а я хотел поговорить насчет робота значит вот в этой системе нету роботов все машины управляются как видите людьми только исключительно все во всех прилавках где человек просто работник сидит работник будешь что не хочу я потом где работница сидит я видел просто сидит вот так скучает иногда ходит там то купить консультирует или он товар они они просто карточку прикладывают уже а потом деньги отменят и будет считываться деньги по биометрическим данным просто подходишь по лицу считывают по голосу и все даже не надо будет ничего прикладывать уже такое есть но не во всех ну уже начинается такое не во всех местах ну даже красноярске в одной из продвинутых а те такое уже есть я сам лично видел и работнику всего лишь придется просто рассказывать рассказать про товар пока давать в маленькой такой сидеть будки чтобы мешало заменить этих работников этими роботами а им выплачивать постоянную зарубленную постоянно постоянно ну деньги как в скандинавских странах просто раз в месяц получают деньги просто так а роботы работают робот просто сидит подходит человек спрашивает робот консультирует этого вполне уже современные военные технологии вы не представляете насколько засекречено насколько разность насколько там далеко все развито сейчас уже можно сказать фильм пятый элемент посмотрели фильм 5 элемент сейчас бы уже был мир 5 элемент если бы военные технологии эти применили в гражданском в гражданской среде но они не будут это применять у них другие немножко плановые элиты я считаю они для себя применят это для простых людей они сделают наоборот ухудшение условий в средневековье нас скатят мы будем просто рабами работать физической силой там и все может 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 быть может 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 быть но они сделают роботами тех кто просто сидит выдает товар такие таких много сейчас прилавков это не факт потому что это невыгодный как говорил николай базилев ну буржуа невыгодно робота обеспечивать занять за него нужно с него сверхпюль его не получит то есть за него ему придется больше день ему придется больше тратиться на робота чем на работника так вот одно простое объяснение а вот дворника или работник работницу столовой то или кто-то кто руками что-то делает вот их даже если бы даже если мы изменили систему было бы сложновато их заменить на нас заменить даже дворника я это понял если бы я пришел к власти ну или если бы систему это изменили то для людей более так сделали представляешь человек сидит просто 12 часов или сколько просто сидит выполняет функцию робота можно сказать которую робот легко может выполнить скучает и это видео вижу своими глазами это же капец а также человек человек женщина человек мужчина человек девушка человек мужчины человек занимали своими делами там понятно что кто-то бы бездельничал кто-то бы еще что делал но дрон облетали повсюду и проверяли просто ночью дрон летит по верху не видим не еле видимый почти незаметный снимает все идентифицирует каждое лицо потому что это уже технология давно уже внедрена от нее уже никуда не деться это будет дальше развиваться и от этого никуда не деться но только применить это против отморозков то есть против преступлений но тогда эти отморозки придумают другие способы как обойти эту систему как по крайней мере человек сможет пожаловаться на них даже если они не будут бить человек скажет они там с меня деньги допустим или еще что-то там и как бы я не знаю короче все равно человек обойдет это все равно будут отморозки будут все это даже в японии это есть мафия самая мощная кстати это ладно они по крайней мере они вежливые они сказали что они не такие они отличаются наших гопников каких-нибудь но они очень сплоченные там мощные служил и вообще во всем мире они короче ладно и они даже государства проникли то есть нигде не может быть идеального то есть даже если мы построим какую-то систему все равно туда мафия может проникнуть и свои порядки устроить или все даже корпорации уничтожат в америке левые передадут всю власть государственные руки то государства проникнут те же самые какие-нибудь человеческий фактор короче проникнет туда вот эти вот мафия там еще так что это сложно сложно если только сделать супер какой-то компьютер который будет главным все управлять будет то тоже там какие-нибудь хакеры мошенники его могут хакнуть тоже невозможно здесь или обойти как-то смогут они думаю наверное они еще думают вот я вот сейчас подумал есть некоторые такие феминистки которые думают что если уничтожить но я в принципе могу их понять потому что если они пережили столько меня самого избили ухо на всю жизнь отбили глаза кто это сделал мужчины если бы они скоро мужественность кстати в америке сделают болезнью но потому что там реально есть категории граждан которые очень уж слишком муж слишком уж агрессивные мужественные постоянно пристают к девушкам ну америка и такая страна уникальная хотя там никогда не было качла и отменят оружие там но они не решат проблему банд никакой не решат они они не собираются это решать именно они ничего не хотят решать вот этого они просто хотят отменить поправку конституции убрать я считаю оружие людей чтобы люди стали работа беззащитными полностью перед мощью государства перед мощью элиты и что то есть такие феминисты которые пишут но это сбудется скорее всего чтобы что нужно что типа нужно чтобы напишет ну у нее такое лицо еще с жуткой улыбаешься такую как будто она какая-то вообще сами посмотрите фотографии офигеете а таких на самом деле ходит на такие встречаются в жизни иногда вот та же самая это тамерлана ли вот она такая то же самое такого же мировоззрения это женщины которые хотят быть мужчинами они даже не скрывают это я ничего не имею против короче это что хотят сделать хотят мечтают сделать чтобы ему радикальные хотят сделать чтобы на генетическом уровне то есть чтобы мужчин не рожалось больше там чем ну то есть чтоб немножко было совсем мужчина остальные весь мир был только женщины и они считают что таким образом они избавятся от маскулинности от преступления что все все причина преступления мужчинах агрессия но просто вот пока я лежал в больнице в травматологии например там такая такая битва была между двумя медсестрами или которые там лежали молодым молодыми погромче чем то когда меня избивали когда я дрался там было молча и даже когда меня в этой квартире мучили там не было столько криков и истерики там с таким беженством они дерутся не представляешь это вообще и представляешь весь мир будет состоять из женщин и они будут они все равно будут друг друга друг с другом конфликтовать и эти конфликты будут гораздо более агрессивные мне даже одна женщина рассказывала что когда мужчина побил допустим другого мужчину то все тут лежит а женщина она еще потом добивает его пинает вот как моем случае случилось вот когда меня вот этот тип один из трех этих отморозков ну все побил меня я все вот так вот он меня продолжал бить как женщина делает продолжал бить еще в конце пнул как женщина делает кстати мужчина так не делает если все упал лег все проиграл но он он еще еще более сделал на чем не наклейку это наклеил там это смешно мне показалось то есть он как и женщина поступал в драке и он особенно много напирал на гомофобию особенно много это уже о чем-то говорит наверное у него есть какие-то подсознательные бессознательные скрытое это вот хотя я это не верю я считаю что это придумали психологи чтобы бороться с гетеросексуальным большинством но вот у него реально повадки не знаю рассказывать не рассказывать я в принципе ну короче я просто честно расскажу во первых мне рассказала одна женщина которая знает жизнь что мужчины всегда когда мужчину когда после драки мужчина упала нам все на этом все драка заканчивается а женщина она всегда добивает пинает лежащего что же произошло вот в этой драке где меня ухо вот этот чел он добивал меня лежащего еще много ударов нанес по голове именно по голове и потом со всей дури пнул в ухо то есть сами сделайте вы а потом он полез в по моему я он еще наклеил мне сорвал там наклеил какую-то херню мне пальто сзади типа типа хвоста сделал ну по его психологии я пытаюсь понять а потом он полез более того он полез в помойную бак вот так вот прям склонился туда самое одно и рылся там как как сами понимаете кто ну сами лишь сами уже напишите в комментариях как кто при этом он меня называл мышью хотя я подрался с ним честно но он меня еще и еще даби добивал как женщина добивает обычно лежачего и серьезный травм не причинил а потом еще полез за звездочкой чтобы меня вообще искалечить то есть он на безоружного человека с оружием в помойной яме рыл в помойной баке рылся чтобы найти оружие какое-то скорее всего бутылку разбить и на меня пойти то есть мужское это поведение или нет крыса это поведение мыши это поведение нет вот задумайтесь ну мне все равно вообще скорее всего он еще мне там угроз написал тысячу и всякое такое еще скорее всего в будущем я с ним столкнусь причем я скрипач ботаник и художник всю жизнь у вас сложен до самого до самого последнего я говорил что мужчины не должны драться и пояснял но он все равно и а он занимался военной рукопашкой как он говорил и при том я еще в начале к нему хорошо относился я пытался его от этого боксера уберечь игре боксеру удар меня вместо него он боксер ударил меня и сказал спасибо на тебе сигареты типа пытался чтобы он как бы успокоился боксер не бил его а в итоге этот же которого защищал меня мне такую травму починил или же меня лежачего добивал причем со всей дури пнул ногой как это делает обычно делу женщина когда добивает лежащую как мне сказала одна знающая все это давно еще то есть если они уничтожат всех мужчины будет рождаться там очень мощь маленькое количество мужчин для тяжелых работ каких-нибудь или для продолжения рода и еще то они не решат проблему агрессии вся будут банды женщин стоящие женщин они будут еще больше агрессии друг с другу друг с другом драться они будут еще больше закабалены государством рая не наступит к сожалению мы все пытаемся чтобы наступил рай на земле но к сожалению даже я даже я понимаю что если даже я вот шел пришел бы к власти и систему поменял все равно бы это это власть захватили бы какие-нибудь мафия то же самое и свои порядки постоль как в китае китае мафия даже захватила государство а там а там государство все всем управляет полностью тотально контроль контроль невозможно рай не на земле но по крайней мере то что машины и водят люди это дичь полная это совершенно ненормально из-за этого постоянно происходит происходит столкновение с жертвы в лично моя лично сестра моей мамы умерла из-за автомобильные катастрофы это очень плохо хотя бы это изменить хоть немножко облегчить жизнь людям заменить сидячей профессии где просто сидит человек выдает товар хотя бы этих профессии заменить роботами чтобы эти люди с просто дома за спокойно занимались своими делами чем хотят занимались чтобы дроны дрон допустим летали и были применены против отморозков чтобы не было на улице такого что там идешь по улице тебя избивают если бы летающий дрон был бы там вот он бы остановил он бы зафиксировал и этих людей того наказали но он бы похитрее действовал они бы придумали все равно что-нибудь придумали эти отморозки чтобы обойти чтобы не наказан быть не наказанным а менты скорее всего вы увозили бы в лес куда-нибудь где нет дронов на камер наблюдений там бы избивали пытали человека так что пришлось бы чтобы полицейские на каждого полицейского было камера наблюдения строю как бы поставлено чтобы он не мог ее снять если он отключил ее это все он значит совершил значит он что-то скорее всего он повез в лес кого-то пытать и чтобы они не могли это контролировать чтобы это отдельная совершенно структура контролировала которую они не могли подкупить никак это сложно все сделать это никто не сделает ну ладно я всякую фигню говорю сегодня у меня выходной простите все болит когда я сейчас я когда сижу у меня не чувствую такую боль а вот когда хожу или повара перевернусь как-нибудь особенно поясница болит и верхняя часть спины еще потому что я там таскал тяжелая мама кстати сказала мне по поводу того что если рассказала что вот что я буду на высоте работать а сказала что мне нельзя на высоте работать из-за зрения потому что когда я работал строителем разнорабочим на крыше десять лет назад примерно то этот этот начальнику этому сказали рабочие что я чуть не упала что меня просто за рубашку схватили что я чуть не упала за то что не увидел проем там а этого не помню вообще я не помню я трезвый все я отлично не помню что я где-то падал там но она говорит что там такой был мини скандал что не типа нельзя на высоте работать что из-за зрения а сейчас у меня зрение стало в три раза хуже чем было то есть тогда у меня было минус три с половиной минус максимум минус 5 а сейчас у меня уже под минус 10 еще макулу дистрофии развивается увеличивается но а там высота предполагает это именно ходить по краю или на лестнице высокой к потолку высокому а там где я работал там была просто крыша такая огромная принципе как оттуда можно было упасть и не знаю вообще странно ну если что скажу просто я могу упасть и стать инвалидом я в принципе не высоты то не боюсь я сказал я нормально тоже степ что высоты не боюсь что ходил на скалолазание много лет ладно не заходите за донатите мне копеечку напишите сообщение унизительно я посчитаю на телефон придет если на вина карту визы заданете я не буду вас укладывать только сообщение выложу которое не пошло и сумму которая пришла 10 рублей захотите если зарплата у меня еще не скоро будет там официальная работа я не имею ничего против никого мир так устроен всегда так устроена ладно все если есть какие-нибудь юристы кто может мне помочь хотя никого нет если есть кто-нибудь кто может не чем-то помочь то пожалуйста помогите потому что меня могут избить еще раз могут всякого